Всем привет! С вами Ольга и вы на канале Швейный Советник. Сегодня хочу с вами поделиться небольшим лайфхаком по пришиванию резинок. Я его нашла на просторах интернета, опробовала, но хочу услышать и ваше мнение. Как вы считаете, удобен будет этот способ в повседневном применении или в нем есть какие-то подводные камни? Очень буду рада прочитать ваше мнение в комментариях к этому видео. А теперь поехали! Для того, чтобы проверить этот способ и вам показать, я обычную лапку швейной машины заменила сначала на лапку для атласных строчек, а потом попробовала то же самое сделать с тефлоновой роликовой лапкой. В чем смысл этого способа? Обычно мы с вами резинку размещаем вот так под лапкой. И прокладываем строчку, пришивая резинку либо обычным зигзагом, либо трехшаговым зигзагом. В этом способе резинка пропускается вот так через отверстие в лапке. То есть получается, что резинка подается под иглу поверху лапки. Она таким образом никуда не выскальзывает и пришивать ее удобнее. Лапку с пропущенной резинкой я устанавливаю в машину. Немного выпускаем резинку за лапку, чтобы нам было удобнее ее придерживать, когда будем начинать строчку. Подкладываем ткань. Предположим, нам нужно пришить резинку не у самого края, а нам нужно сделать сборку. Предположим, мы рукав блузки собираем внизу для того, чтобы он был по руке. Пришивать сейчас я буду обычным зигзагом и буду его вести по середине резинки. Выбираю зигзаг, длину стежка поставлю 2 мм, ширину зигзага поставлю 3 мм. Здесь, конечно, нужно соотносить с шириной резинки, но так как у нас это просто учебный образец, просто демонстрация этого приема, я думаю, что длина стежка и ширина зигзага здесь особой роли играть не будет. Ну вот, выставила такие значения, просто чтобы он был шире и его было нагляднее видно. Прокладываем строчку. Сначала я поставлю закрепку, то есть я длину стежка поставлю минимальную и сделаю несколько стежков. Теперь выставляю заявленные 2 мм длину стежка и прокладываю строчку. Степень натяжения резинки может у нас варьировать. Я в данном случае буду натягивать ее не сильно. Получается, что резинка по ширине соответствует вот этому расстоянию между частями лапки. Она находится посередине, никуда не ерзает, не съезжает. И строчка по ней позиционируется очень удобно. В конце можно также поставить закрепочку. И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Какой плюс я вижу в этом способе? Обратите внимание, что без каких-либо особых усилий зигзаг находится посередине резинки. То есть из-под лапки она не выскальзывала. И нам не потребовалось делать какие-то дополнительные усилия, чтобы зигзаг у нас шел именно посередине резинки. Никуда не съезжая ни к одному краю, ни к другому. То, что вы сейчас видите, различная густота зигзага, да, немножко гуляла натяжение. Как и при обычном способе пришивания резинки, натяжение должно быть более-менее постоянное. Но если бы здесь была черная нитка, а с этой стороны была бы нитка в цвет основной ткани, то эта разница в глаза так бы не бросалась. И в принципе можно было бы так и оставить. Теперь скажу, почему я поменяла вот эту лапку на вот эту лапку. Смотрите, здесь имеется вот такая узкая прорезь по положению иглы. И когда заправляешь сюда резинку и начинаешь пришивать с натяжением, смотрите, что происходит. Видите? Резинка попадает в эту прорезь. Во-первых, мы получаем дополнительное сопротивление, а значит неравномерную ее подачу. А второе, она там сворачивается и застревает. И она идет неравномерно, а может вот так смещаться в какую-то одну сторону. То есть вот из-за этого с этой лапкой мне пришивать резинку не понравилось. Но зато с этой лапкой удобно пришивать вот такую резинку. Использовать тот способ, который я показала. Ну, например, вот нам нужно пришить по низу рукава не широкую резинку, а вот такую узенькую шляпную. Либо где-то сделать сборку на поясе юбки. Я точно так же пропустила резинку в отверстие в лапке. Выпустила ее конец за лапку. Устанавливаю лапку на машину и укладываю резинку посередине лапки. Здесь нам эта поростка очень даже хорошо будет помогать. Видите, резинка никуда у нас не съезжает. А значит мы ее не проткнем случайно зигзагом. И она у нас вот в этой кулисочке из зигзага будет очень удобно и аккуратно расположена. Подкладываем ткань. Здесь нужно выставить зигзаг, чтобы правый и левый вколы иглы у нас не попадали на резинку. То есть резинка получается как бы в кулиске из ниток. Я уже эту резинку тестировала. Вот у меня прошитые образцы. И у меня получилось, что ширина зигзага у меня здесь где-то 3,5. Но длину стежка мы можем менять в зависимости от ткани, которую используем. Ткань поплотнее, значит погуще стежочек. Ткань полегче, значит можно сделать его более разреженным. Я выставляю ширину зигзага 3,2. А длину стежка поставлю на 2 мм. Начинаем строчку. Также придерживаем резинку сзади. Сначала можно несколько стежков сделать медленно. Убедились, что мы резинку не прошиваем. И теперь можно увеличить скорость работы. Вот у меня при левом вколе игла все-таки резинку цепляет. Поэтому я ширину зигзага увеличу до 3,6. Смотрите, резинка безо всяких усилий. Ее не надо ловить. Не надо использовать специальную лапку с желобками на подошве, чтобы эту резинку подавать. Она замечательно пришивается с помощью обычной лапки. Давайте теперь посмотрим, что мы поношили. Вот, посмотрите, очень даже прилично все получилось. Резинка идет по прямой линии. Естественно, когда мы будем это делать на изделии, нужно будет линию пришивания резинки как-то для себя разметить. Там, скажем, мылом или мелом прочертить, или смываемым маркером. Но здесь вот видно четко, что она никуда не виляла, не съезжала. И самое главное, не приходилось всматриваться и ловить эту резинку, чтобы игла ее не прошила. Я сейчас особо не рассчитывала густоту сборки, но в целом качество меня удовлетворяет. Смотрите, зигзаг более-менее равномерный, и сборка тоже получилась равномерная. И последнее, на чем хочу опробовать этот способ, это силиконовая тесьма. На летних полупрозрачных легких вещах часто именно силиконовую тесьму мы используем для сборки. Обычная лапка на этой тесьме продвигается плохо, вязнет, а сама тесьма в процессе пришивания под лапкой у нас немножечко плавает. Поэтому вести по ней строчку ровно посередине без определенного опыта достаточно сложно. Протестируем сейчас этот способ на силиконовой тесьме. Но вместо обычной лапки либо лапки для атласных строчек, я точно знаю, они будут вязнуть, будут продвигаться неравномерно. Я буду использовать вот такую тефлоновую лапку с роликом. Вот обычная тефлоновая лапка, но я ее не буду брать, потому что отверстие у нее здесь относительно ширины этой тесьмы намного шире. То есть она здесь будет лежать не очень стабильно, и все равно будет под лапкой плавать. Здесь отверстие меньше, аккуратнее, и мне кажется, здесь нам будет пришивать эту тесьму удобнее. Я точно так же размещаю тесьму в прорезь лапки и вывожу за лапку. Устанавливаю лапку на машину, укладываю образец, опускаем лапку. Здесь также обратите внимание, что между частями лапки есть вот такой паз и есть также отметка середины, то есть отметка положения иглы. Если вы иглу никуда не смещали, и она у вас находится посередине. Этот паз на лапке не даст у нас силиконке куда-либо смещаться. Да, не сказала. Здесь у меня силиконовая полоска шириной 6 мм. В принципе, в эту лапку до 8 мм спокойно бы силиконовая полоска поместилась. Если какая-то более узкая, может быть, надо подыскать какую-то другую лапку, чтобы она там лежала аккуратно и не ерзала. Здесь я также вначале сделаю закрепку. Когда делаете закрепку, обязательно силиконовую тесьму придерживайте и за лапкой, и перед лапкой, иначе она завязнет на игле. Буквально несколько стежков делаем закрепку. Дальше я выставляю длину стежка, скажем, 1,6 мм. Сейчас это не принципиально. Также придерживаю за лапкой эту силиконовую тесьму, чуть ее натягиваю и прокладываю зигзаг. Ориентир по середине лапки. Мы размещаем силиконку так, чтобы относительно этой отметки она у нас была более-менее равномерно расположена, чтобы не смещалась вправо или влево. Прокладываем строчку. Дальше уже прошивать не буду. Могу сказать, мне понравился этот способ для пришивания силиконовой тесьмы. Вот, посмотрите, очень достойно выглядит. То есть зигзаг идет по середине, не плавает к левому и правому краю, и строчка выглядит вполне достойно. Опять же, неравномерная длина стежка связана с тем, что я не очень контролировала равномерность натяжения. Естественно, когда мы будем делать это на изделии, к этому вопросу подойдем более тщательно. То есть натяжение должно быть равномерным. Тогда получим равномерную длину стежка. Давайте посмотрим с лица. Если представить, что здесь нитки в цвет, то на сборке эта неравномерность длины стежка она и заметна не будет. То есть для пришивания силиконовой тесьмы этот способ также у нас подойдет. Вот такие результаты проверки лайфхака я вам показала. С одной стороны, если ты пришил уже несколько километров резинок и все у тебя происходит на автомате, возможно, этот способ и не понадобится. Но если новичок и положение резинки под лапкой контролируете плохо, и лапка с этой резинки съезжает, либо резинка какая-то капризная, либо силиконовая лента, то вполне этот способ имеет место быть. Попробуйте, может быть, вам он тоже понравится. Если этот лайфхак для пришивания резинки вам понравился, как всегда, ставьте лайки, пишите комментарии. И не забудьте подписаться на канал и на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные и интересные видео по шитью. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Ольга и канал Швейный Советник. Всем пока-пока!